Здравствуйте! Что читает молодежь? Как мысли и творчество живописцев отражаются в литературе? И как совместить книгу и театр? Об этом говорим и в нашей студии ведущий библиограф Центральной городской библиотеки имени Крупской Анна Синицкая. Здравствуйте! И режиссер Игорь Кузнецов. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что вас объединило? Какой проект? О чем вы можете рассказать? Что вы совместно реализуете? Ну, наверное, начнет режиссер. Да. В 2016 году в библиотеке номер 8 состоялась читка моей пьесы в рамках «Наш современник». И это так зашло всем зрителям, было очень много зрителей, был большой отклик. И я подумал, а что если сделать проект «Глоса пьес», где мы каждый месяц читаем какую-то пьесу, и не просто мы ее читаем, а потом вместе с модератором ее обсуждаем, то есть говорим, о чем она. И чтобы это было не просто, ну, много читок было, да, «Самара» такая театральная, «Тольятти» читки, майские, вот эти майские чтения. Я придумал такой момент, чтобы зритель не знал, на какое произведение он идет. То есть зритель приходит... Интрига. Интрига, да, да, ничего. Для режиссера это обычное дело. Он приходит, не знает, что, слушает произведение, а только в конце узнает, что он прослушал. То есть вот здесь очень важный момент какой? Мы от каких-то рамок уходим, от восприятия. Человек не понимает, что он слушает. Да, например, мы читали «Вассу Железнову» Максима Горького, первый ее как раз вариант такой более классический. И «Зрительный зал», то есть было добавление, то есть было решение немножко современное. И поэтому зритель не до конца понимал, и только в конце, а «Васса Железнова», да ладно, тем более первый вариант. Больше знакомый второй вариант, революционный, а тут более забытый. Ну, еще, наверное, цель такая, что мы читаем те произведения, которые забыты. Ну, то есть забыт, их не читают. Мы, например, начали пьесы «Чапики» из «Жизни насекомых». Замечательная пьеса, но, по-моему, если мне не дадут соврать, последняя постановка была там в далеких 50-х, 60-х годах, да? Да-да-да, это вообще сейчас такой тренд, выискивать что-то вот не классическое, которое уже вот набило оскомину, а действительно привлекать внимание к тому, что залежалось, а представляет действительно интерес. Анна, вы как модератор, библиограф, что можешь сказать, что привлекает в таких мероприятиях горожан и как они могут поучаствовать в этом? Кто может в этом поучаствовать? Я скажу, прежде всего, как филолог, и действительно, как человек, который в силу разных обстоятельств связан и с библиотекой, и с практиками чтения, и с театральными практиками, хотя я не могу претендовать на какое-то экспертное мнение именно театра Веда, но мне действительно очень интересно наблюдать за проектами, которые привлекательны для широкой аудитории, с одной стороны, потому что, ну вот Игорь уже отметил, действительно, Самара весьма театральный город, и Читка — это формат, который получил невероятную популярность распространения на рубеже, вот в конце 20-го, начало 20-го, и, собственно говоря, вот лет 10-20 назад это активно развивалось, но вот такого уникального симбиоза, который позволил бы человеку прийти, погрузиться в мир чтения и услышать текст, это, ну, действительно такой любопытный эксперимент, и здесь мы открыты всем. Но сами посетители не могут поучаствовать в Читке, да? Они не могут просто слушать, они приходят слушать, да? Ну, вы знаете, это форма, которая наиболее демократична, потому что если вы приходите в классический театр и настраиваетесь на такое обычное традиционное восприятие, где действительно есть яркая, зрелищная составляющая, и есть четкая граница, вы вряд ли выйдете на сцену, и, наверное, будет не совсем, вам даже будет сложно в статье выйти. И вот большое спасибо Игорю и большое спасибо библиотеке за то, что действительно удалось совместить разные читательские интересы, создать такое открытое, свободное пространство, когда есть текст, с которым, возможно, я встречаюсь впервые, я могу задать вопрос, и потом обязательный компонент таких читок – это обсуждение, в котором, в общем, зрители в какой-то степени меняются местами. Вот тогда зрители участвуют. Да, совершенно верно. Подключается. Есть очень важная интеллектуальная составляющая, есть комментарии модератора, а в роли модераторов у нас выступают и филологи, и культурологи. И, в общем, так было несколько раз, когда сами зрители, участвовав в обсуждении, вставали и рассказывали какую-то свою историю, то есть это получалось такой, ну, театр в театре своеобразный. Да, трезвенно. Вот это прекрасно, когда они вот так вот между собой и объединяются, и добавляют друг друга. Игорь, а читаете только вы или привлекаете актеров? Нет, не читаю ни я, читаю вместе с актерами. Иногда я сам как актер выступаю, да, у нас участники, актеры, вообще, вы говорили, зрители. Есть такое, что у нас даже зрители участвовали в читках. Мы делали сказки, и мы их тоже привлекаем активных. Например, мы в Струковском парке в июле читали русские народные сказки, то есть мы вышли, да, еще чем вот классная эта форма, то, что мы можем читать где угодно. И вот наши выходы, то есть в любой библиотеке, то есть в любом пространстве, везде мы это можем сделать. И вот это классно, когда везде подчеркнуть своего зрителя. Да, понятно. Что такое читка? Давайте все-таки обозначим. Вы говорите, что она популярна. Чем она отличается просто вот от прочтения текста, так скажем? Что в этом есть такого, что привлекает? Да, если позволите, небольшой такой исторический комментарий. Дело в том, что мы привыкли к тому, что мы находимся и живем в мире визуальной культуры. Мы все время говорим о том, что мы перестали читать, перестали слушать, в основном только смотрим. На самом деле это совсем не так. И вот этот проект показывает как раз этот стереотип, что это не совсем такой подтвержденный стереотип. Это не совсем так. И более того, действительно, повторюсь, это весьма демократичная форма общения между зрителем, режиссером, актером. Они постоянно меняются местами. И кроме того, в какой-то степени это даже и, если хотите, возврат к традициям. Потому что если мы с вами посмотрим гравюры, на которых изображен шекспировский театр, конструкция шекспировского театра шекспировских времен, мы увидим, что в глубине над сценой есть места, такая галерея, которая... Это не портер, но при этом именно эти места были популярны у зрителей, которые мы бы сейчас могли назвать элитарным. Где сухлорная обработка, наверное, стоит тоже. Нет, нет, это наверху. И вот подобно тому, как сегодняшний посетитель филармонии, рафинированный меломан, может закрыть глаза, отключиться, то есть ему не нужен зрительный образ, он хочет погрузиться в звуковую материю. Вот примерно то же самое мог переживать зритель шекспировского театра, это был скорее слушатель, и в какой-то степени это напоминало даже впечатление современного слушателя радиопьесы. И вот то, что делает Игорь, то, что делает библиотечный коллектив, это действительно возможность, даже очень сложный текст, а я все-таки вот как филолог хотел бы подчеркнуть, что действительно у этого проекта очень большой просветительский потенциал, потому что мы можем не знать этого произведения, мы можем даже испытывать некоторое отторжение, мы слышим имена современных авторов, и мы никогда в жизни не подошли бы, не сняли с полки книгу, хотя библиотека, вот в частности библиотека номер 8, прекрасно укомплектована современной литературой, но, к сожалению, это тоже может быть вот в силу какого-то стереотипа, не всегда бывает очевидно. И что меня может заставить хотя бы просто услышать текст? Вот такое действие, которое позволяет погрузиться в звуковую материю, и текст, который сначала... Текст пьесы вообще очень сложно воспринимать, даже когда мы читаем, мы все помним со школьных времен, что вот прозу мы читаем, поэзию мы можем прочесть. Больше вводных каких-то зашел. Совершенно верно. Мы прочли афишу, и потом, да, потому что это действительно очень сложно визуализировать. Купец, 33 года, как он выглядит, непонятно, да? То есть вот то, что перечислено в афише, перечень действующих лиц, это довольно сложно воспринимать. Читка позволяет вот этот текст нелинейный потом воспринимать объемно, потому что действительно потом идет обсуждение, комментарии, и можно возвращаться. А в чем тогда отличие от радиоспектакля? Вот читка и радиоспектакль. Там больше... Ну, в радиоспектакле больше элементов, да? Наверное, таких вот дополнительных, там, звуковых сопровождений, да? Звуковых, да, конечно. А здесь вот просто голос один. Вы ничего не используете для каких-то вот нюансов там? Или подол ветер? Или что-то такое? Нет, это в зависимости от пьесы и в зависимости от того, как мы ее решаем, да? То есть, например, у нас был Морис Миттерлинг «Слепые», когда мы вообще зрительный зал попросили закрыть глаза, они сидели с закрытыми глазами, света не было, и действие вокруг них разворачивалось, то есть они были полные погружения. То есть вот здесь вот это как раз-таки не радиоспектакль, да? Есть пьесы, которые мы прям разыгрываем, только играем, но с текстом, то есть не наизусть. А есть как раз, где мы сидим и классически читаем, но тоже что-то привносим. Вот это вот живое погружение очень нужно. Понятно. Как, даже вот не знаю, когда происходит читка, актеры и режиссер ищут смысл, смысл, да? Они его выкапывают, при малейших каких-то вот, из малейших деталей берут интонации. А как посетителю библиотеки, вот, стать вот на одном уровне с артистом, как к этому подойти тоже? Вот не только, чтобы актеры и режиссеры знали это, вот имели это знание, а зрители тоже. Как вы к этому стараетесь их привлечь? У нас есть удивительные модераторы, которые как раз нам помогают в этом, что какие-то моменты они дополняют, рассказывают, объясняют. Вот то, что вот информационным, да? Да, то есть модератор включает обсуждение, он дает возможность высказаться и зрителям, и слушателям, да? Можно объединить это виденное целое, и актерам, и через вопросы, через комментарии создать, во-первых, какую-то культурологическую рамку. Ну, например, скажем, почему пьеса братьев Чапоков «Из жизни насекомых» парадоксальным образом откликнулась в романе Виктора Пелевина «Жизнь насекомых», а мы сделали такой цикл замкнутый, да? У нас открылся проект пьесы Чапоков, и юбилейная читка в своей основе содержала сценарий обращения к роману Пелевина. То есть здесь можно даже какие-то тематические переклички выстроить. Что такое образ животных, образ насекомых в современной литературе? Насколько это банально или не банально для современного автора обращаться к таким метафорам? И вдруг выясняется, что читатель, который, возможно, опять же, да, здесь вот это надо подчеркнуть, не стал бы обращаться к этим текстам в своей обычной читательской практике, и он, может быть, даже не заядлый театрал, и его отпугивает, вот, какие-то подобные формы, он считает, что это для, ну, для высоколобой аудитории. На самом деле он вдруг получает возможность комментировать свои впечатления, и он соучаствует, он является участником творческого процесса вполне себе полноценным. Поэтому здесь, в общем, и модераторы, и режиссеры, и актеры, и зрители во многом на равных. Да, ну вот это вот такое единение, это замечательно, да? Да, и театр к этому подходит уже давно, да, когда вот объединяют публику и артистов. Это для тех, кто воспринимает ушами, так скажем, ну, больше, да? А теперь перейдем к визуалам. Тоже как-то получилось у вас, что художники тоже входят со своей живописью, картинами в библиотеку. Как вы, как можно это себе все представить, как реализовать живопись в библиотечном пространстве? Вы имеете в виду, наверное, выставочные проекты, да, у нас? Да, есть проект, у вас думает, как художник. Это вот вы тоже участвует? В том числе, да, и такие проекты. И вообще надо отметить, что само библиотечное пространство сегодня меняется, и об этом много раз говорили и мои коллеги. Есть возможность пережить какое-то такое интерактивное читательское приключение, в том числе и визуальное. У нас есть серия мастер-классов, которая посвящена погружению в живописные образы. Это подкрепляется в том числе и вот этим проектом, который вы назвали, и выставочными идеями. У нас есть постоянные выставки, у нас есть выставка, посвященная, ну, например, Малеевичу, которого в прошлом году был юбилей. И, опять же, да, мы здесь можем увидеть такой любопытный эффект встречи с очень сложным объектом, потому что у всех, да, на устах стереотипа черный квадрат, который мало кто понимает, да, и все начинают это приводить. Я не сдержалась. Совершенно верно. Но на самом деле, Малевич изображал много квадратов, и даже не только квадраты. Вот это, может быть, для кого-то является сюрпризом. И вот это игра цветовых пятен, это возможность на небольшом пространстве выстроить фактурную выставку. Она может быть не столь объемной, как в каких-то роскошных галереях, но тем не менее это важно. И, опять же, подчеркну, если сам участник такого действа, читатель, в первую очередь, он действительно выступает прежде всего как читатель, потому что нужно этот образ прочесть. И ему в этом помогают и ведущие, и организатор мастер-класса. А экспертов вы не приглашаете из области живописи? Ну, у нас... Художников, может быть, чтобы расшифровали вот то, что заложил художник? Нет такого? У нас автор выставочных проектов это Наталья Борисовна Федоровича, прекрасный специалист, который сотрудничает со многими экспертами. И, в общем, да, это возможно. И у нас был такой опыт. И, опять же, здесь нужно отметить, что есть возможность поговорить о книге. Да, о книге. Вот такая мысль, даже вот такой вот заголовок. Как прочесть картину? И вот это объединяет, наверное, да? И чтение, и живопись. Театр книг и театр слова. Да, потому что, действительно, отличить настоящее искусство от, ну, вот просто вот хорошую картину, да, от просто вот, ну, нарисовал художник в порыве, это тоже нужны знания, и даже насмотренность больше, наверное, да, чем вот знания, чтобы ты понял, вот это настоящее искусство. Вот таких, наверное, лекций не хватает, да? Как вот, ну, отличить-то вот. Или вот что тут играет самую важную роль вот в этом, когда ты чувствуешь, что вот это настоящее искусство? Я думаю, что большую роль играет, прежде всего, ваше впечатление, потому что вы можете не воспринимать, тем более, да, библиотечное пространство все-таки по-прежнему, к сожалению, воспринимается несколько консервативно, хотя на самом деле действительно это более демократичное, в отличие от музеев и галереев, более демократичное пространство, потому что мы можем увидеть на полках авторов абсолютно разных, и даже если в отношении какого-то автора эксперты высказываются несколько так пренебрежительно, возможно, но при этом это входит в мою читательскую практику. То есть мне это близко, я когда-то это читала, может быть, там, в детстве, в юности, и мне приятно об этой книге думать, и никто мне не скажет из библиотечных сотрудников, из специалистов, что мне нужно это делать, нужно эту книгу убрать, куда-нибудь там задвинуть. Нет, я могу ее открыть, почитать и о ней поговорить. То же самое и в отношении каких-то сложных образов искусства, я могу включить их в свое восприятие. И здесь, может быть, действительно важен вот этот вот синтез, это объединение образа слова и музыки, потому что у нас в библиотеках очень много проектов связанных с литературно-музыкальными композициями, которые не совсем традиционные, это не совсем то же самое, что, может быть, мы с вами припоминаем. Объединение нескольких форм. Несколько форм, да, совершенно верно, искусство. Разные виды искусства объединяются в единое целое. В связи с тем, что у нас сложилась такая обстановка, что массовые мероприятия, так скажем, под угрозой, ориентируйте, когда, где смотреть информацию, когда будут проходить какие-то вот ваши мероприятия, обозначьте их. Ну, у нас ежемесячно... Где можно вот это вот узнать? Да, группа ВКонтакте, у нас, конечно, «Голоса пьес», всегда можно найти всю информацию. Мы планируем 23 марта в понедельник в 18.30 провести читку. Если мы понимаем, да, угрозы и все остальное, то мы тоже будем проводить читку, но в интернет-формате. То есть мы так решили, вчера поговорили с ребятами, все готовы, что мы проведем обязательно ее на онлайн-трансляцию, тоже будет в «Голосах пьес». И причем мы идем... У нас и до этого были трансляции, а сейчас мы пойдем дальше, и мы даже онлайн будут задавать вопросы, и мы будем на них отвечать. То есть будет вот такой формат общения, то есть обязательно. Потому что в этот раз у нас будут авторские «Голоса пьес». Каждый раз мы называем как-то по-разному «Голоса пьес». В этот раз авторские. Почему? Потому что у нас приедет автор. Кто? Кто? Это секрет. Это секрет. Мы не будем открывать интриги. Будет приедет автор самой пьесы, да, будет сидеть в зрительном зале, возможно, кто-то из зрителей будет сидеть рядом и думать, почему этот человек так возмущается. Оказывается, это его пьеса просто на сцене, да, читается. И автор тоже скажет свое мнение, и поэтому так и попробуем. В этот раз мы проведем в Центральной городской библиотеке имени Крупской в 18.30 в понедельник. Если что, можно будет смотреть онлайн-трансляцию в группе «Голоса пьес». Удивительным образом обстоятельства нас подталкивают к другим формам. Онлайн-трансляция, онлайн-форматы довольно активно развиваются. Но они развиваются, ну так вот, а сейчас вот подталкивают, становятся они. И я хотела бы еще сказать, такую вот заметку сделать, как часто писатели берут в качестве своих основных главных героев художников, насколько это личности интересны. Вот я сейчас вот пока мы говорим, или вспомнила Франциска Гоя, да, какое произведение так произведение, да. И если рассматривать, опять же, со многих сторон все это, и как личность художника, и как это все отражается в его картинах, в живописи. Действительно, как много писали про художника. Ну, вы нам подсказали новые сюжеты, потому что действительно, если говорить о... Насколько они интересны, сами художники как... Об интригах, которые связаны с чтением книг, действительно какие-либо романы, посвященные художникам, или театральным деятелям, из которых можно было бы поставить отдельный спектакль. Столько темы, они на самом деле современные. Вот даже вот любые политические какие-то вот события социальные взять, даже вот инквизиция, можно как-то повернуть. Или сделать какие-то параллели, потому что в наше время, которое так многогранно и так быстро, да, вот важно ухватить вот эти детали, которые совпадают с эпохами, да, и какие-то вот прямо высвечивают, и в живописи все это отразить, показать, и прочитать в читке с таким вот уже акцентом на что-то, да? Мы с Игорем много раз наблюдали такой эффект, когда без каких-либо специально расставленных акцентов вдруг выясняется, что, в общем, любой текст, озвученный, невероятно современен, и каждый человек, пришедший к нам, может обнаружить в сюжете что-то близкое себе, или благодаря жизненному, или читательскому опыту, эстетическому опыту, и это действительно предмет для разговора очень приятно. В связи с тем, что мы говорим о том, что библиотечное пространство меняется, и вы активно в этом участвуете, предлагаете новые формы, абсолютно вот новые, чего вообще не было раньше в библиотеках, можете ли вы констатировать, что и посетителей, читателей становится больше, и они откликаются на эти новые формы, они интересуются и приходят? Или нет? Или пока вот это такой процесс, что вы предлагаете, а все консервативные думают? Ну нет, уж возьму я книжечку и пойду домой. Нет, на самом деле, конечно, сегодняшняя библиотека – это не просто место, куда я могу прийти к книгу и уйти. И, в общем, последние сюжеты показывают, что сами постоянные читатели, или даже случайно зашедшие к нам, хотя, возможно, они активно посещают эти... посетители активно следят за всевозможными культурными активностями, но вот они открыли для себя библиотеку еще в таком качестве. Они сами выступают инициаторами тех или иных сюжетов, мы можем им предложить провести какой-то мастер-класс. Они предлагают сами свои сюжеты, и, собственно говоря, и я думаю, что вот опыт читок здесь оказывается весьма многогранным, потому что, действительно, иногда слушаешь комментарии какого-то читателя, постоянного посетителя, участника, и думаешь, ну вот это тоже основа для пьесы, может быть, или основа для какого-то игрового формата. Да-да-да, вот эта инициатива с читками очень интересна, на самом деле, потому что такая форма, очень много слоев там сразу поднимается, и даже вот мне захотелось, поговорив с вами, поучаствовать в чистке, вот прочитать, как я вижу вот этот текст. Ну, можно сказать, что у нас сейчас состоялось. И будет еще одна грань, да, телевидение, книга, театр или что-то. Спасибо большое за эту важную и полезную информацию, за это ваше творчество в работе, всего хорошего, успехов и отзыва публике. В заключение мы хотим пригласить всех, во-первых, посетить сайт библиотеки, библиотечной системы, СМИПС, вы увидите там невероятное количество разной информации, которые в том числе связаны с онлайн-форматами, им не помешают никакие осложняющие обстоятельства. Пожалуйста, приходите, смотрите, читайте, участвуйте в обсуждении. Спасибо. Сейчас программа продолжится, и мы увидим в студии следующего гостя. Не переключайтесь, тема все та же, библиотеки в нашей жизни. Продолжаем программу. В нашей студии библиотекарь, библиотеки номер 8, Дарья Макаренко. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что интересного происходит сегодня в вашей библиотеке? На какие мероприятия вы можете пригласить читателей? Мне повезло работать в библиотеке номер 8, потому что мероприятий действительно много. Это события, это проекты, это люди, новые лица. Вы сами недавно устроились, наверное, в эту библиотеку или нет? Нет, я уже полтора года работаю в библиотеке. И остаетесь довольной? Да. Вы сказали, что вам повезло. Мне очень повезло работать и с коллективом, и в плане реализации новых идей, каких-то новых проектов. Действительно, библиотеки сегодня меняются, и библиотечное пространство становится совершенно другим. Конечно. Не таким классическим, к которому мы привыкли уже видеть. Конечно. Во-первых, это открытое пространство, стирается строгая грань между библиотекарем и читателем. Мы общаемся больше как друзья, ведем диалог не только о книгах, о деятелях культуры. Более того, так как библиотека имеет возможность пригласить известных людей города, допустим, у нас есть проект «Наш современник», литературный кейс города, они как раз посвящены людям, значимым людям нашего города, нашего края. Ну, например, кто к вам приходит из известных, как вы говорите, людей? На вас какое впечатление самое большое? Кто произвел? У нас была встреча с самарской писательницей Галиной Михайловой. Это был моноспектакль авторский по ее же... Она свое произведение представляла? Да. Как артист или читала? Нет, как артист. Это был именно спектакль. Это было очень интересно, и зрители имели возможность не просто посмотреть спектакль, но и задать вопросы, пообщаться с писателем, посмотреть на то, какой это человек. А какая у нее тематика? Про что она пишет? Она пишет в жанре художественной литературы, в первую очередь. Взаимоотношения людей, отцы и дети, дружба. То есть... Все наши темы, которые нас волнуют, всех людей. Все верно. Да, 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 такие злободневные. Также в рамках недели детско-юношеской книги у нас, в принципе, проводится много мероприятий, поскольку весенние каникулы школьные... Продлены теперь. Получается, сейчас такая обстановка. Нужно, наверное, следить за информацией, потому что даты могут поменяться. За информацией можно следить на нашем сайте, в группе ВКонтакте, в группах каждой библиотеки, они у нас есть, в Инстаграме. Ну, при желании найти можно. Конечно, конечно. У вас есть проекты, которые лично вы ведете и разрабатываете, и представляете? Как вы участвуете вот в этой жизни, вашей профессиональной? В основном моя деятельность заключена в том, что я как раз отвечаю за медиа. Вот, я отвечаю... Связь со средствами массовой информации, да? Все верно. Я снимаю профессиональные видеоролики, занимаюсь фотосъемкой, ведением социальных сетей, электронными библиотеками. Да, сейчас вот это направление онлайн, наверное, и встречи с писателями, и даже вот контакта с читателями будет развиваться в связи с этой ситуацией. Конечно, конечно, все верно. У нас в ВКонтакте можно при желании напрямую пообщаться с библиотекарем. Даже так? Конечно, конечно. А как это, в какой форме? Как это все происходит? Сообщения доступные. Просто через сообщения? В обществе, конечно, плюс контакты указанные, администрации. Но видеосвязи еще нет, наверное, не налажено, да? Пока нет. Просто пока пишите на вопросы. Если только в Инстаграме. Да, то что-то можно, потому что, вот в первой части программы я уже говорила, интересно, как обстоятельства меняют нашу жизнь, да? Складываются такие обстоятельства, и мы все вынуждены уйти вот в эту виртуальную реальность. Ну, благо сейчас это доступно. Да, и читать книги, и тем более, что можно даже вот организовать что-то онлайн, встречу с писателем, и читку какую-то. Конечно, плюс, опять же, электронные библиотеки доступны, потому что мы выдаем книги на Литресе, это президентская библиотека, национальная электронная библиотека. И уже читать эти книги можно в электронном виде, мы уже будем, да? Конечно, конечно, со смартфона, планшета, ноутбука, электронной книги. Да, а как быть тогда с темой живописи? Есть такой проект, о котором мы тоже начали говорить, думает как художник. Как можно живописи презентовать онлайн? И стоит ли это делать? Почему же? Ведутся мастер-классы онлайн, это не проблема. Я как человек, закончивший художественную школу, вот, я как раз занимаюсь мастер-классами в том числе, вот. Можно проводить, это не проблема, так как прямые трансляции, Инстаграм, ВКонтакте, можно выкладывать ролики на Ютуб, неограниченные по времени. Так что вот живопись какое-то, прикладное что-то, все это доступно. Каких самарских художников вы бы отметили и рекомендовали, вот, просто ознакомиться с их творчеством? Как человек близкий к этому, вы, наверное, тоже следите? Конечно. Наша библиотека ведет давнюю дружбу с представителями Союза художников России. В Самарском отделении это председатель этого творческого союза Надежда Нагнебеда и ее муж Александр Нагнебеда. Они также приходили к нам на проект «Наш современник», то есть наши читатели имели возможность пообщаться с ними, посмотреть их картины, опять же. Вот, то есть вот их творчество, это действительно о нашем крае. У них есть творчество на злободневные темы, на какие-то, вот. То есть и про детей, опять же, тоже у них есть творчество, это стоит посмотреть. Да, вы сказали про детей, на каких авторов тогда вы хотите обратить внимание, современных, вот, чтобы почитать такого, чего еще, может быть, не было, новое такое, новый взгляд на что-то, презентация детской темы, вот, какой-то такой. Чтобы принципиально того, что не было, думаю, я не открою. Такого новаторства еще нет, да? Конечно. Дети очень любят читать Артур Геворгизов, вот, тот же Лев Кассиль, я не знаю. Если мы будем говорить о юношестве, о подростках, мальчиках, девочках, сейчас дети развиваются очень быстро и читают, соответственно, глубокую литературу. То есть, несмотря на то, что бытует мнение, что у нас... От быстрого развития они начинают читать глубокую литературу. Конечно. То есть... Интересно. В том числе, то, что читаем мы с вами, читают и дети. Это не просто тривиальные какие-то... Это факты уже, да, подтвердившиеся. Вы смотрите, что они берут и читают. Конечно, конечно. Мы же видим этих людей, когда подросток берет книгу «Мальчик в полосатой пижаме». Это очень серьезное произведение, очень глубокое. Но при этом он приходит с восторженными глазами, говорит, меня это затронуло. И он понимает уже. Какую интересную тенденцию вы обозначили. Конечно. Все-таки, да, вот вы наблюдаете, да, и вы можете уже составить такую социальную... Я сама когда-то была читателем. Ну и сейчас, надеюсь, тоже читаете. Конечно, конечно. Просто смотрю на это немного с другой стороны. Да, уже с профессиональностью. Спасибо большое, Дарья, за участие в нашей программе. Всего хорошего. Благодарю. Я прощаюсь и с вами. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»